Сибирская промышленная компания Подряд демонстрирует Действительно большой интересный стенд На котором располагаются всевозможные конструкции Решения для нефтегазового комплекса Одними из которых является Изготовление шаровых кранов Под торговой маркой проминтех И сегодня более подробно о производстве О философии и конечно же вообще О подходе к рынку нам расскажет Главный инженер компании Дубовицкий Павел Здравствуйте Павел Рады вас видеть Очень приятно видеть что здесь На вашем стенде производится и представляется Российская продукция Пожалуйста несколько слов о вашей компании И собственно говоря с чего она начиналась Наша компания начиналась С идеи О импортозамещении Нашей компании 4 года Мы занимаемся Изготовлением Запорной арматуры На высокие параметры Высокие температуры Давление до 240 40 атмосфер Диаметрами до 1000 мм От 50 до 1000 мм А как случилось, что вы выбрали в продукции Именно шаровые краны Не задвижки, не дископоворотные затворы А именно краны Шаровые краны Это сплав интеллекта И высоких технологий То есть это импонирует нашей компании И мы Выбрали этот сложный путь Если говорить все-таки о вашем производстве Что собой оно представляет И собственно где оно располагается Что сегодня такое ваше производство Наша производство находится в городе Подольск Достаточно промышленно насыщенном В городе спутники Москвы Наше производство Это механообработка Сборка, сварка Испытания Нанесение покрытий Ну и дальше упаковка И сервисом По запорной арматуре Если все-таки говорить сегодня о комплектации Ну ни для кого не секрет Что сегодня очень много заводов пользуются аутсорсингом А какие комплектующие у вас поставляются То есть это российское производство Или зарубежное В том числе и китайское Ну как говорится Будем называть вещи своими именами У нас сплав производства Мы корпусные детали То есть паковку получаем российскую А запорные элементы у нас импорт В основном это европейские страны Но с точки зрения заказчика Если он не против снижения затрат При удовлетворительном качестве Мы готовы и поставлять В том числе и китай Но это на самом деле На усмотрение заказчика По согласованию с ним Да это само собой разумеется Уважаемые друзья Вот сегодня на этой выставке Именно сегодня Было у нас такое жесткое обсуждение По поводу поставок Комплектующих из Китая Из Европы И коллеги пришли к такому мнению Что на самом деле Каждый занимается своим делом Как ни странно Паковка Качественная паковка Поставляется из Италии То есть никак принято у нас Понимать из Китая Потому что там есть технологии Там есть такие уникальные технологии Которые даже в Китае Возможно недостижимы Или по крайней мере Экономически необоснованы Иными словами Просто будет дороже А если говорить о качестве То конечно Поставляется качественное изделие И нет такого понятия Где оно сделано Есть просто понятие Какому стандарту оно соответствует И на какой объект Будет установлен Если сегодня говорить Павел О рынке Каким вам представляется Сегодня российский рынок Особенно в плане Импортозамещения Да я хотел бы Продолжить вашу мысль По вопросу Комплектующих Чьи они Я бы здесь Не зацикливался Чьи они Здесь вопрос В дизайне То есть вопрос В решениях Конструкторских А изготовить их Может кто угодно Под надзором Без надзора С последующим контролем На соответствии То есть вопрос Что заложил конструктор В то или иное изделие То есть здесь То что я А как происходит Ваш контроль качества Наверняка у вас существует Какая-то приемка Каким-то соответствия Стандартам Тому же СТО Газпром Допустим Ну с точки зрения СТО Газпром Мы находимся В реестре Газпрома То есть мы соответствуем А с точки зрения Внешней приемки Да мы Отправляем Наших специалистов Либо нанимаем Компании Которые Осуществляют Контроль Надзор За изготовлением Продукции С тем Чтобы к нам Комплектующие Приходили Надлежащего качества Те или иные А ну Внутренний контроль Мы осуществляем Самостоятельно То есть я так понимаю У вас имеется Наличие лаборатории Методов Незавершающего контроля Возможно даже Завершающего Мы здесь Используем Аутсорсинговые Компании Проверенные Отечественные Фирмы То есть С Соответствующими Аккредитациями То есть Здесь мы Используем Аутсорсинг На самом деле Павел Я не могу Не задать вам вопрос Как главному Инженеру По поводу Системы сертификации И вообще Систем Стандартов Между арматуростроителями Сегодня Вот Такое Бытует мнение Что необходимо Возрождать ГОСТ Или хотя бы Единый стандарт Качества И надлежащего Соответствия Вот как Ваше мнение Ваша точка зрения Полностью Поддерживаю Потому что То что Сейчас Расплодилось В арматурной среде То есть Отраслевые стандарты У всех разные Для того Чтобы Небольшой компании Поставлять Различным Заказчикам Необходимо соответствовать Тем или иным Стандартам Отраслевым То есть Стандарту Роснефти Стандарту Транснефти Стандарту Газпрома Лукойла И прочих 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 Различных Компаний Это достаточно Затратно С точки зрения При этом Это отвлекает Достаточно Много Временных Ресурсов То есть Здесь Хотелось бы Некий Единый стандарт Иметь То есть Можно аналогии Проводить Конечно Тот же самый API Хотелось бы Может быть На пространстве Содружества Иметь Некий Единый Стандарт Аналогичный То есть Это было бы Наверное Правильно На самом деле Уважаемые друзья Если сегодня Говорить о теме Стандартов Тема Достаточно Больная Потому что Я подвижу Мнение Павла Смотрите Если вы Поставляете На Газпром Но вы Не поставляете На Транснефть Вам придется Проходить Сертификацию Транснефти Из чего Собственно говоря Делаются Снутренние Стандарты Многих Компаний Банально Для того Чтобы Обезопасить Себя От Контрафактной Недоброкачественной Продукции Классифицированы Даже Во многом Иными словами Сегодня Конечные Потребители С их стороны Вынуждены Были Разрабатывать Свод Правил Которым Должен Соответствовать Их Поставщик Если Будет Существенная Система Такая Как Павел Заметил API Которая Сегодня Является Гарантом Качества Соответствия Американского Международного Института Нефти То Можно Сказать Что Этот Стандарт Будет Приемлем И Изготовителям Будет Проще Поставлять И изготавливать Новые Образцы Труброводной Арматуры Если Будет Единый Стандарт Я Правильно Вас Понимаю Я Именно Так Сказал Но На Этом Рынке Я Понимаю Тоже Есть Конкуренция Никто Не Может Из Компаний Которые Разрабатывают Стандарты Каким То Образом Аккредитоваться Аттестоваться Вопрос Государства Замечательно И если Все-таки Говорить О Импортозамещении Что Для Вас Сегодня Является Импортозамещение Это Тренд Слова Или Что То Больше Нет Это Работа Это Работа Которую Мы Делаем Мы На данный Момент Проходим Испытания В Астрахани На Агрессивных Средах На Сероводороде На Астрахани Никто Из Российских Поставщиков Серьезно Не Поставляет Ну Может Быть За Исключением Единиц Хотя Наверное Вряд Ли То 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 Поэтому Импортозамещение Это В том Числе И Это Работа То 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 Аттестация Нашей Арматуры На Полигонах Ну В том Числе Газпром Я так Понимаю Что В вашей Номенклатуре Существует Еще Кроме Уплотнения Мягких Еще Металл По Металлу Металл Металлу Ну Здесь Мы Как бы Требования К Изделиям Предъявляем Но Изделия Получаем На данный Момент Из Европы Ну Да С чего Это Надо Начинать Я думаю Что В ближайшее Будущее Вы Конечно Будете Локализовывать Подобные Вещи И Искать Российского Поставщика Есть Ли В планах Да Есть В планах Безусловно Они Подходят Сюда Обработки Есть Поставщики Такие Я думаю Что По Обработке Мы Сами Освоим Обработку Учитывая То Что Есть Достаточно Серьезные Компании По Напылению Которые Не так Далеко От Подольска Находятся И Мы С ними Планируем Сотрудничать Замечательно Но Не могу Еще Задать Вам Вопрос Про Все Такие Изменения Я знаю Что Вы Арматуро Старитель Со Изменения В машиностроении В арматуростроении Какие изменения За последние годы Вы для себя Наблюдаете Идет подъем Российского Машиностроения Или все таки Мы остались На том же уровне Идет подъем Российского Машиностроения Появляются Новые компании Большие компании Начинают Осваивать Сложную арматуру Конкуренция Растет Это хорошо Замечательно Ну и козырный Вопрос Вопрос Который Наверное Мы задаем Многим Изготовлений Шаровых кранов Бытует мнение Что очень много Сегодня Изготовителей Шаровых кранов Очень много Компаний Каждая четвертая Пятая Заявляет Что она может Делать шаровый кран Ваш комментарий В этом области Наша страна Достаточно большая И Нет секрета Что она Является Производителем Углевых Энергоресурсов А это Соответственно Система По добыче По транспортировке По переработке И Чем больше Компаний В нашей стране Будет Уметь Производить Арматуру Наверное Тем лучше А каждая Компания Найдет Своего Заказчика И сможет Произвести Достойную Арматуру Наша компания Поставляет На сложные Объекты Как я говорил Уже В Астрахани Проходим испытания На Новотек Поставляли Арматуру Ну и так далее И тому подобное То есть Компрессорные Станции Проводим Работу То есть Высокие давления Там до 240 атмосфер То есть Каждая Компания Найдет Безусловно Свой рынок Замечательно Спасибо большое Вам за встречу За конечно Интересный Рассказ И ваше мнение Потому что Оно на самом деле Дополняется Мнением о рынке И конечно же Аналитика Павел Ну и заключительный вопрос Конечно же Ваше пожелание Мы его задаем всем нашим клиентам Партнерам И конечно же Друзьям Тем людям Пожелания Которые эксплуатируют Вашу арматуру Знают вас лично И смотрят сейчас Видеорепортаж Ну на самом деле Всех Всем Больших успехов Всем Надежной Арматуры Роста Заказов Роста Внутренней экономики И соответственно Роста Экономики Нашей страны В целом Спасибо Вам большое От Вас тоже Зависит очень много Так как Вы Российская компания Удачи Вам Развития И до новых встреч Удачи Вам Друзья Субтитры сделал DimaTorzok